Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Норицына и сегодня вместе со мной Давид Шарп, военный обозреватель. Давид, здравствуйте. Ам Исраэль Хай. Спасибо, Анастасия. Добрый вечер. Я надеюсь, что так оно и есть. Мы все на это надеемся. И знаете, я хочу с вами как раз и начать с обсуждения этого обострения между Ираном и Израилем. Ну и, конечно же, как это все влияет на войну в Украине, потому что я так предполагаю, что это все-таки влияет. Израиль определился с ответом на атаку Ирана. Военный кабинет Израиля решил, как именно нанести ответный удар, однако еще не назначил время для него, пишет газета «Ерусалимпост». Как следует из публикации, вероятны следующие сценарии ответа. Жесткий с ударом по ядерным объектам Ирана, средний с ударом по объектам, связанным с дронами или баллистическими ракетами, которые использовали при атаке Ирана на Израиль. И более ограниченные опции, такие как уничтожение определенных людей или наказание чиновников КСИР вместе с их сообщниками. Или же сочетание некоторых из вышеперечисленных действий с крупной кибератакой. Ну, во-первых, почему этот удар отстрочен и, во-вторых, каким он может быть? По поводу отстрочен, на мой взгляд, это очень интересный и показательный вопрос. Во время, когда Израиль, в общем-то, знала готовящиеся атаки, была и разведывательная информация, информация, в общем-то, открытая. И когда она началась, у Израиля было время. Было время, ведь дроны-то летят, и украинцам это прекрасно известно. Баллистические ракеты летят быстро, и когда был запуск баллистических ракет, это заняло минут 12. А вот когда стартовали дроны, то есть задолго до того, как они попали, вернее, они не долетели до территории Израиля, но это заняло часы. Так вот, было одно из предложений на заседании военного кабинета было нанести встречный удар непосредственно. Пока еще цели летят, предположим, с использованием авиации, нанести довольно ограниченный, но немедленный удар. Однако, это предложение было отвергнуто, в том числе из-за соображений того, что неизвестно, какой нам будет ущерб, и реагировать мы должны будем, отталкиваясь от ущерба. Так как, в общем-то, большой войны сейчас с Ираном вроде как нет желания начинать, а значит, реагировать нужно в соответствии с ущербом. Но вот здесь, на мой взгляд, была ошибка, потому что, если бы, не дай бог, ущерб был велик, можно было бы и нужно было бы добавить. А вот если не велик и посчитали бы, что той реакции достаточно, не пришлось бы мучиться под прессингом партнеров и союзников и думать, как бы поступить, чтобы, потому что Иран все равно снова будет вынужден отреагировать, и далее будет обмен ударами. Потому что, если бы удар от Израиля ответный был немедленный, то Ирану бы пришлось, скорее всего, на этом и закончить. Так я думаю. Но история не знает сослагательных наклонений. Далее было тоже очень интересно. Серьезнейшее американское давление. При этом у союзников был определенный рычаг, в том плане, что они и союзники, в первую очередь, Соединенные Штаты, остальные в меньшей степени, но у них тоже есть определенное слово. Так как они помогали на практике Израилю отражать атаку, хотя, впрочем, основные усилия по ее отражению были сугубо израильскими, тем не менее, у них из-за этого были дополнительные козыри, в том числе во всем, что касается давлений и желания дать Израилю понять, что он должен быть благодарен, и что Израилю важно ценить эту помощь. И давление очень простое. Воздержитесь от атаки. Вы не понесли почти никакого ущерба. Байден даже умудрился сказать фразу в беседе с Нетанягу «Вы победили», что, на мой взгляд, абсолютно смешно. Позбивать вражеские ракеты – это не значит победить, хотя это, конечно же, военный успех. И тут правительство было вынуждено колебаться не только в свете разных мнений внутри кабинета, но и в свете вот этого давления. Как сделать, чтобы сохранить вот этот плюс в легитимации, который получил Израиль от международного сообщества, сохранить вот этот позитив в отношении Соединенных Штатов и других стран, а с позитивом от Соединенных Штатов было плохо, не привести к очень большой войне своим ответом, а с другой стороны ответить, потому что Иран своим шагом, по сути, поменял правила игры на Ближнем Востоке, и в нашей ситуации не ответить – это означало бы проявить слабость. Проявить слабость – это очень простая связь. Если ты слабак, то по тебе будут бить еще и еще, потому что ты безответен. Вот и все. То есть расклад очень простой и напоминает уличный. И вот все эти колебания привели к тому, что с ответом задержались, однако вскоре решение было принято, и мне лишь остается надеяться, что ответ будет в самом деле соответствовать вот этому определению ответа, а не будет нечто еще меньшим или чем-то, что было в рамках предыдущих правил игры, а минимально соответствовать он должен быть довольно болезненным для Ирана, и он желательно должен быть заметным другим игрокам в регионе, которые бы увидели, что ответ был. Потому что некая тайная операция, о которой никто не знает, она не будет иметь, даже если она будет серьезным ущербом для противника, она не будет иметь медийной составляющей. Мы с вами всегда говорим и об войне России с Украиной, что очень важен медийный фактор. И здесь он тоже важен, потому что важно, чтобы и партнеры, и враги узнали, что ты небезответный лузер, что называется. Иначе будет хуже. Поэтому ответ какой-то будет вот в таком ограниченном режиме. Самое простое — это удар ВВС по неким военным объектам. Из того, что вы перечислили, там много чего сказано, а можно еще добавить и комбинацию. Я бы сказал так, что удар по ядерным объектам или уничтожение символов власти или ключевых фигур в иранском руководстве — это нечто, что должно привести к войне. А так как мы предполагаем, что обе стороны этого пока еще не хотят, я имею в виду большой войне, то удар, видимо, будет ограниченным. А далее посмотрим. Тогда возможен и ответный удар Ирана, потому что, как я уже сказал, последнее слово здесь за противником оставлять не любят. Вот как раз и хотела спросить, насколько возможно, что потом Иран снова попытается атаковать Израиль, и не перерастет ли это все действительно в большую войну? Вероятность весьма высока. Зависит, опять-таки, многое зависит от того, что Израиль сделает. Если израильский ответ будет довольно чувствительным и публичным, то ответ Ирана какой-то, вероятность этого высока, плюс-минус повторение того, что мы видели. Массированная или не очень массированная ракетная комбинированная атака. А по последним данным, иранцы запустили почти единовременно до 500 боеприпасов. Это количество беспрецедентное. Из них 130 баллистических ракет. Правда, некоторая часть из-за брака попадала где-то в начале, ну или в середине пути, потому что, в общем-то, дистанции очень большие между Израилем и Ираном. Это не считая, собственно, сбитых и тех, что промахнулись. И да, когда начинается обмен ударами, и стороны наносят друг другу болезненные уколы, болезненные либо медийно, либо болезненные реально, то шансы на то, что это перейдет в нечто большее, повышаются. Это, собственно, риски и причины долгих колебаний сторон. Те же иранцы, да, они взяли перед своим ударом, перед своей местью, как они это называют, драматическую паузу. Она была вызвана в том числе и совещаниями в иранском руководстве, как быть, как поступить, чтобы это было оптимально с точки зрения последствий для Ирана. Ну а кроме того, они хотели заставить Израиль понервничать вот этим ожиданием. Собственно, сегодня эти дни, которые прошли уже после иранского удара, можно тоже предположить, что здесь есть некоторое желание израильского руководства заставить понервничать уже иранцы. Вот, кстати, по всему Ирану проходят подготовительные парады в честь Дня армии, который будет у них завтра. Возможен ли удар вот именно в такой знаковый день? В принципе, возможен удар. Но так как удар будет, скорее всего, ограниченных масштабов или очень ограниченных масштабов, то не стоит, видимо, ожидать уничтожения марширующих колонн иранской армии, если так будет. Но, в принципе, вполне вероятно. С другой стороны, если у нас почему-то посчитают, что это дополнительный фактор эскалации, мне это видится несколько сомнительным, но я не исключаю. У нас любят расклады строить исходя из дат. Например, недавно в месяц Рамадан воздерживались от определенных активных операций в Газе. Это было, по крайней мере, предлогом. Так что я не исключаю, что подождут еще один день, если надо, еще два. Но принципиальное решение принято. Вопрос, дойдет, будет ли то, что намерены реализовать, соответствует моим требованиям минимума. Но мои требования ничего не решают, как вы понимаете. Мы видим, что Россия и Иран, по сути, используют те же методы и запускают дроны и баллистику, обмениваются технологиями, обмениваются, возможно, опытом, помогают друг другу с вооружением. Но Запад все равно постоянно говорит. И вот сейчас, когда мы все спрашиваем, почему у нас нельзя сбивать дроны и ракеты, так как это было в Израиле, они говорят, что нельзя связывать эти две войны. А почему? Войны? Ну, тут достаточно просто объяснить логику действий западных стран и Соединенных Штатов, исходя из их собственных позиций, которые мы наблюдаем на протяжении двух лет. Понятно, что войны, и вообще сегодня в мире почти все взаимосвязано, и конкретно войны, которые идут, имеется прямая связь, и военно-техническое сотрудничество между Ираном и Россией не секрет, и те же самые шахеды-136 прилетают и в Израиль, и в Украину, и вообще это стало, знаете, можно сказать, как дипломатия или политика беспилотников камикадзе, по аналогии с тем, что раньше называлась политика канонера. Но с точки зрения Запада ситуация объясняется достаточно просто. Давайте начнем с американцев, остальные здесь второстепенные. Значит, Россия, в отличие от Ирана, ядерная держава. Это главное объяснение. Иран, кстати, стремится стать ядерной державой, и это еще один пример, почему нельзя этого допустить. Потому что если держава, страна придерживается агрессивной или террористической политики, а это касается Ирана в самой, что ни на есть заметной степени, то наличие ядерного оружия станет для него просто залогом безопасности и позволит бесчинствовать так, как то, что сейчас бы показалось, то, что сейчас — это ягодки по сравнению с тем, что может позволить себе ядерная держава. И как мы знаем, Соединенные Штаты с самого начала масштабного нападения на Украину придерживаются принципа избежать эскалации. Это принцип избежать эскалации с Россией. И не потому, что Соединенные Штаты равны России по военному потенциалу или уступают ей, наоборот, они намного сильнее. Однако здесь расклад такой, что если будет хоть какой-то шанс на эскалацию с Россией, этот шанс может перейти в ядерную войну. И вот здесь, несмотря на то, что вероятность этого очень-очень невелика, тем не менее цена ядерной войны настолько высока для американцев и вообще для всего человечества, что считают необходимым избегать этого любой ценой. Отсюда множество действий, которые мы наблюдаем на протяжении всей войны, и не связанных даже с попытками сбить или не сбить российские ракеты, западными истребителями или ПВО, Украине запрещают наносить удары американским оружием по российской территории. Те или иные поставки вооружений задерживались из-за опасения эскалации с Россией. Яркий пример ракеты атакам. Понятно, что это именно задерживаются именно потому, а не по какой-то другой причине. То есть даже на уровне гораздо большей степени микро американцы придерживаются вот этой осторожной политики. Моё мнение, и не потому, что я симпатизирую Украине, а чисто я пытаюсь абстрагироваться и объективно подойти, моё мнение таково, что эта политика излишне осторожна. Совершенно, на мой взгляд, не скажу, на голову не налазит, но абсолютно не верна. Однако таков подход, насколько я слышал господина Салливана, и ему удается убедить президента Байдена. А значит, если не было подход, принцип, если не было войны приоритетной, то ожидать того, чтобы западные страны физически мешали российским военным выполнять боевые задания, то есть сбивали ракеты, то есть то, что бы стало, по сути, вмешательством в войну, хоть и ограниченным, ожидать этого было бы совершенно нелогично. Кстати, я предполагаю, что определённая помощь всё же Украине оказывается, в этом плане, и даже почти в этом уверен, я имею в виду информацию касательно стартов российских ракет и самолётов, в Украине сообщают, я так полагаю, но не более того, физическое вмешательство было бы абсолютным нарушением стратегии Запада. А вот тут мы сравниваем это с ситуацией с Ираном. Это не ядерная держава, несмотря на то, что Иран тоже пытается умиротворить, то есть общий подход администрации Байдена и европейских стран такой же, как Россия, лишь бы не было эскалации, и этим в том числе продиктовано давление на Израиль. Но с Ираном можно всё же, свобода манёвра больше. И ещё один момент, географически я бы его назвал, между Россией и Украиной нет других стран, и ракеты попадают на территорию Украины непосредственно с Россией. В случае же с Ираном ракеты, по крайней мере, крылатые беспилотники, летят, в том числе на территории недружественной Ирану и Ордании, страны, которая чувствует угрозу иранскую, для которой угроза иранская очень важна и приоритетна, страны, которая очень зависит, хоть и кулуарно от Соединённых Штатов, и особенно кулуарно зависит от Израиля, несмотря на иногда агрессивную риторику. И здесь такая страна имеет полное моральное, физическое, формальное право сбивать всё, что летит над её территорией, и просить своих союзников или разрешать своим союзникам это делать. Потому что, кроме всего прочего, кроме того, что это формальное нарушение её воздушного пространства, когда на высоте 300 метров пролетает всякая всячина над её территорией, это ещё и угроза. Всячина может упасть, и вообще кто может гарантировать, что она не летит по какому-нибудь иорданскому объекту. Поэтому этот фактор тоже нужно учитывать. Если бы теоретически Россия стреляла по Украине, скажем, через территорию Болгарии и Румынии, да и простят меня граждане этих стран, я не имею в виду небольшие залёты на километр-другой, а вот через всю Румынию, вот такое предположение. Вот тут я не сомневаюсь, что кроме формального права было бы реализовано и реальное право сбивать эти ракеты, потому что тут не придерёшься, и кроме того они представляют угрозу. Ну а в случае с Ираном ситуация такова. Ещё один момент я хотел бы пояснить. Помощь очень важна Израилю, конечно, но важно понимать, что она не будет носить неограниченный характер, атаковать Израилю никто не поможет, и во многом она продиктована тоже деловыми очень прагматичными соображениями. И эти соображения очень просты. Союзники, арабские партнёры, назовём это арабские партнёры, союзники, американцы, очень не хотели бы, чтобы Израиль в данном случае понёс потери, не только сочувствовать с Израилю, но и потому, что в случае потерь Израиль обязан был в любом случае нанести мощнейший удар по Ирану. А если бы потери были серьёзными, то тем более, и вот тогда бы наступила та самая эскалация, которой очень не хотят. А так, с одной стороны, Израиль обязан, с другой стороны, потерь не понёс. И есть все возможности Израиль прессинговать в том плане, что стоило бы от удара воздержаться, дабы не было войны. Давид, вот вы приводили пример с Румынией, но мы вспоминаем случаи, когда действительно ракеты залетали на территорию Польши, тогда Польша не сбивала, хотя это, по сути, тоже угроза их стране. Почему даже в таких случаях, одиночных, это не работает? Тут, я думаю, тут кроме есть вот этой инерции и нежелания эскалации, важно понимать, что и в Румынию беспилотники залетали на считанные сотни метров или на километр другой, и в Польшу тоже, на считанные секунды, на километр другой. То есть тут два аспекта. Политически, и для этого нужно решить, перебросить силы противовоздушной обороны непосредственно границы, и чтобы они были к готовности даже для таких случаев. А второй момент уже чисто технический, потому что сбить аппарат над своей территорией, когда он залетел буквально на считанные сотни метров или там на полторы минуты, для этого нужен готовый расчёт, непосредственной близости, который его гарантированно достанет. В противном случае, если ты его собьёшь уже над украинской территорией, ну это будет вот то самое, чего они опасаются. А тут это может вполне произойти. Представьте себе, беспилотник или крылатая ракета залетели в пространство страны Икс на километр и будут там находиться минуту. Пока будет дана команда, пока вылетит ракета, неважно какого типа, пока она достанет свою цель, цель может завернуть уже в Украину. И вот тут-то это уже дело меняет. Здесь дело за политическими решениями. Если бы на Западе были готовы рисковать в большей степени, на этот шаг могли бы пойти. И я не исключаю, что вот эти приграничные моменты, может быть, когда-нибудь, может быть, даже в ближайшее время, будут решаться по-другому в том духе, о котором вы сказали. Но, как я уже сказал, опасаются конфликта с ядерной державой. И из этого, в общем-то, следуют основные объяснения. Жизеп Боррелли тоже объяснил, почему они не могут сбивать ракеты в Украине, но он не о ядерной эскалации. Он говорит, что у нас нет американских военных баз, которым угрожали бы эти ракеты. А вот если бы даже у нас были эти базы, тогда бы они смогли бы сбивать эти ракеты? Или всё же, если Россия ядерная держава, то нет? Ну, так вот тут-то вот, вот тут всё упирается в эти объяснения, которые я дал. Базы — это дело, на мой взгляд, дело пятое, в буквальном смысле слова. То есть, когда мы говорим о приграничных инцидентах, это одно. То есть, здесь просто должны быть силы польские, или румынские силы ПВО, или натовские, которые там же находятся, должны быть просто готовы к отражению удара и не бояться сбить ракету даже в каких-нибудь сотнях метров над украинской территорией. Кстати, тут в скобках один важный момент, что эти вещи должны быть с Украиной согласованы во всех отношениях, чтобы не оказалось каких-то плохих последствий, кстати говоря, в том числе и юридических, ведь ракета может ПВО не разорваться и упасть на украинской территории, и привести к жертвам. Такое, кстати, было уже в Польше. То есть, эти тоже вопросы должны быть согласованы. Однако, если речь идет о сбитии ракет целенаправленном уже над украинской территорией в духе того, что было над Ираком, Иорданией и Сирией со стороны американцев, французов, британцев, ну и, собственно, и орданцев над своей территорией, то здесь это сложнейшее рискованное политическое решение для них, в их понимании, очень рискованное, на которое они и близко не готовы пойти. И здесь дело не упирается в наличие американских баз где-либо. Кстати, американские базы в Европе есть. Здесь все опирается в то самое опасение эскалации. Можно упоминать слово ядерная держава, можно упоминать то, что боятся неадекватных решений со стороны России. А Россия, кстати, этим пользуется. И риторика, в первую очередь, Медведева, но и других лиц. Она агрессивная, мы ее определяем как ядерный шантаж, и она частично работает. К сожалению, не раз задерживались поставки Украине из-за этого, как можно понимать, тех или иных систем. Ну и, конечно же, запреты. Если бы не было запретов ударов теми же хаймарсами по российской собственно территории, у России было бы гораздо больше проблем, чем сейчас. А как вы думаете, вот эта вот атака Ирана на Израиль, она может поспособствовать тому, что законопроекты о помощи Украине и Израилю, они все же скоро будут приняты, потому что пока мы видим, процесс якобы идет, но конца этому не видно. Ну или же наоборот, это может сыграть против нас, и, например, то оружие, которое можно было отдать без голосования, условно, те же патриоты, теперь нам не дадут, потому что они нужны для собственной обороны. Я думаю, в этом плане нет никаких проблем, патриоты не стали нужнее американцам из-за того, что произошло, то есть, и более того, отдать их без голосования в том-то и дело, что они не могут. Формально это должно быть в рамках пакетов, пакетов помощи, которые утверждаются Конгрессом большие. Проблемы в том, что патриотов не хватит именно из-за случившейся атаки Ирана на Израиль, здесь не должно быть. Проблемы, они по-прежнему внутриполитические. Знаете, я в свое время, когда эта вся сага начиналась, я, честно говоря, был уверен и признаю свою ошибку, что несмотря на внутриполитические игры, все решится гораздо раньше, потому что, ну, мало того, что это не имеет прецедентов в американской политике, то, что происходит, тут же еще и очевидно, что могут пострадать, я сейчас говорю, не о моральной, то есть, составляющей касательно Украины, а вот сугубо прагматической, американские, внешнеполитические интересы. Не предоставление помощи Украине, вот таким вот образом, его затягивание, это огромный удар по репутации Соединенных Штатов на мировой арене и много чего негативного во всех отношениях. Тут можно перечислить и восприятие это противниками Соединенных Штатов, и восприятие союзниками и Китая, и так далее, и так далее. Но все эти прогнозы и рассуждения были посрамлены, к сожалению, и мы видим, что сага продолжается. Тем не менее, сегодня какой-то оптимизм вроде бы есть, что в ближайшие недели так или иначе, опытом или в розницу, но что-то будет, что-то сдвинется с мертвой точки, потому что, ну вот оно, уже близко. Ускорит ли это, знаете, в свете того, что было, мне даже сложно сказать. По идее, должно ускорить. Но с другой стороны, столько доводов, почему это уже давным-давно должно быть принято. Сугубо из прагматических соображений, я сейчас даже не говорю про моральные, что и эти доводы не сработали, что мне нечего сказать. Кроме того, что тянуть уже, ну никак нельзя, и надеюсь, конгрессмены, что называется, одумаются. И что может еще, если уж мы говорим о факторах, которые могут что-то как-то простимулировать, то в прошлом это были разного рода громкие военные преступления России. Это была и Буча в свое время, которая простимулировала Запад, причем как людей на индивидуальном уровне, так и правительство оказывать большую помощь Украине. Это были знаковые попадания ракет в гражданские объекты, когда гибли люди. Вот такой вот горький момент, что многочисленные жертвы могут простимулировать. Я, кстати, не удивлюсь, что Россия отказалась бить по энергосистеме Украины зимой, чтобы это не выглядело как угроза гуманитарной катастрофы, чтобы это не подстегнуло занимающихся политиканством конгрессменов к правильным решениям. Я этого очень не удивлюсь, если это было именно так. По поводу отношений Украины и Израиля, вот эти войны, они могут сблизить наше государство? И как это может помочь странам в практическом плане? Это в практическом плане, во-первых, эти сближения, оно произошло, однако они носят, все равно мы не забываем, что у стран совершенно свои приоритеты. Когда ведется тяжелая война, то очевидно, что у каждого свои приоритеты, и в том числе векторы интересов несколько отличаются, это неудивительно. Но сближение произошло в тот момент, когда, например, для Израиля, когда стало очевидным усиление военно-технического сотрудничества России с Ираном, это было, не сказать, что это тревожный звонок, это ничего не сказать, это супертревожный звонок, потому что здесь понятно, Россия получит что-то, а Иран получит от России что-то интересное, а почти все интересное, что может получить Иран, это прямая угроза Израиля. Вопрос в степени угрозы. Израиль крайне встревожен в ситуации, и, естественно, это нашло отражение и в двусторонних отношениях, насколько я знаю, однако, вопросы носят, естественно, когда обмениваются разведы информации и по беспилотникам, и еще по чем-то, когда передают какие-то системы, имеющие отношения, скажем, ПВО, хоть и нелетального характера, все это в свете тонких материй, когда угрозы, в том числе Израилю от России, от новой передачи каких-то технологий оружия Ирану могут быть существенны, все это носит, как правило, кулуарный характер, но определенное сближение с практическим оттенком есть, ну и кроме того, есть больше солидарность и больше, как мне это видится, больше понимания граждан обеих стран, которые следят за ситуацией, больше понимания проблем друг друга и больше понимания того, что, несмотря на разность интереса в определенную, стороны находятся в заметной степени в одной лодке, и об этом, кстати, сегодня, в общем-то, говорят, как есть коалиция зла, которую так называют, хотя я не люблю таких эмоциональных высказываний, в которые входят Китай, КНД, Россия, Иран, образно говоря, и есть коалиция других стран, если не коалиция, коалиция это неправильно называть, но это другая сторона, имеющая общие интересы определенные и та, которая в той или иной степени противостоит, ну а если мы говорим о противостоянии, то Израиль и Украина противостоят сегодня своим противникам как никто и ведут очень серьезные кровопролитные войны, от которых во многом зависит будущее во многом или целиком и полностью зависит будущее этих стран, и тут отрицать общность было бы совершенно смешно. Это обострение, которое произошло, оно может поспособствовать тому, что Иран, например, теперь не будет передавать шахеды России. Вопрос интересный. Вот тут может так вот парадоксально показаться, что иногда то, что какая-то страна, которой отнюдь не симпатизируешь, ведет войну, то есть, например, Иран ведет войну с Израилем, то из-за этого поставки Ирана России могут сократиться. Так же самое, кстати говоря, российские поставки Ирану кое-какие могут быть сокращены либо Сирии, потому что Россия тоже испытывает дефицит кое-чего, например, систем ПВО. В свое время Израиль отказывался уничтожить ПВО Сирии, в том числе из тех соображений, я имею в виду, несколько лет назад, это на кулуарном уровне объясняли, потому что считали, что Россия разозлится и поставит сирийцам нечто более новое, а получится, мы ничего не выиграли. Ну да, мы уничтожили, а они, в общем, все восстановят, и еще будет более опасно. Сегодня, например, на мой взгляд, считать, что такое может произойти, маловероятно, потому что России собственных средств ПВО для войны не то, чтобы не хватает, но скорее всего так, и уж поставлять, тем более бесплатно кому-то новые средства, было бы проблематично. То же самое касается Ирана. Если Иран почувствует, что угроза войны велика, то поставки его, либо шахедов 136, либо компонентов для них, либо ракет баллистических, о которых тоже говорили, что Иран вот-вот может поставить Украине, то поставки могут быть уменьшены, либо совсем ограничены. То же самое касается России условные С-400, которые Израилю не нравилось бы, если Иран очень не понравилось бы, если бы Иран их получил, с меньшими шансами могут попасть в Иран, если Россия их не достает для войны с Украиной. Однако, несмотря на вот такую выгоду и невыгодную, было бы неправильно желать, чтобы война в Украине продолжалась, и поэтому Россия не могла поставлять С-400 Ирану, и наоборот, думаю, то же самое было бы в отношении Израиля, но, я имею в виду с украинской стороны, но что поделать, вот даже вот такой прагматический момент присутствует, когда страна, начав воевать, отвлекает свои ресурсы от поставок оружия своим союзникам и партнерам, но произошло ли это уже, или произойдет ли, делать выводы рано, все зависит от развития событий. Я, кстати, предполагаю, что Иран, когда поставил Россию Шагеды-136, заметную часть он сделал из собственных запасов, и не факт, что он их сейчас восстановил, потому что тысячи машин они не могли поставить с нового производства очень быстро, явно из своих запасов, и, возможно, сегодня им некоторого количества не хватает. Но там еще, правда, был удар Израиля, приписываемый Израилю, в самом начале большой войны, кстати, России с Украиной, в феврале 22-го года по некому заводу хранилищу беспилотников были уничтожены сотни. Ну, сотни, правда, как мы видим, выпускаются за одну ночь, так что это сегодня не так уже много. Но там еще, возможно, и Россия сумела наладить свое производство, но при этом Иран же, по сути, ему было выгодно передавать эти дроны, они же их испытали, по сути, на войне в Украине? Им было выгодно, но я бы сказал, даже не совсем по этой причине. Иран внезапно, Иран все-таки находился под санкциями, хотя, впрочем, для России уже нет. Ирану огромный дефицит валюты, дефицит технологий, которые ему не достают. С одной стороны, Иран во многих областях продвинулся и даже опережает где-то Россию, а где-то он отстает и не имеет того, что хотел бы. И вот тут представилась такая поразительная возможность. Во-первых, и с точки зрения имиджа, когда страна, в общем, держава закупает у тебя прилюдное оружие, это реклама собственному ВПК, очень серьезная. И, конечно же, это внезапная возможность получить массу денег, какие-то технологии, какое-то вооружение, в частности, истребители Су-35 Иран получил. Все это, чего Ирану не доставало. С точки зрения испытаний, конечно, это тоже. Потому что по Украине самыми разными способами уже было применены тысячи этих машин и, соответственно, накоплен богатый опыт. Однако важно заметить, что подобного рода беспилотники применялись в массовых боевых действиях уже довольно давно, не в таких количествах, но в Йемене, в Ираке, в Сирии, на испытаниях многочисленных на протяжении многих лет. Поэтому сказать, что это для них, мол, такое боевое крещение, ну, впрочем, Иран — мусульманская страна, крещение говорить нечего. Но было бы неправильно, опыт довольно был, богатый был накоплен, в том числе ударов по столице Саудовской Аравии, по важнейшим объектам королевства, и где только они не участвовали. Но, конечно же, это добавило возможности. Тут не о чем говорить. Война — это двигатель прогресса в военном деле, в военном производстве. этого никто никогда не отменял. Вы вспоминали о санкциях Ирана, и вот министр иностранных дел Израиля встретился с министром иностранных дел Великобритании и Германии, и известно, что они якобы обсуждают наложение дополнительных санкций против Ирана, включая отдельные санкции на иранскую ракетную программу. Вот как вы думаете, это может действительно как-то помочь в будущем, что Иран и так уже под санкциями, но все же ему удается пока как-то производить оружие. Вот эти дополнительные санкции будут иметь эффект? Вот в том-то и дело, что Иран уже десятки лет под санкциями и десятки лет тренировался, как эти санкции избегать. Причем на каком-то этапе, например, до 2015 года, когда до того, как была заключена так называемая ядерная сделка с Ираном, санкции были очень жесткие. То есть на протяжении некоторого времени санкции были очень жесткие. И после 2015, когда президент Трамп вышел из условий этого договора, тоже санкции оставались жесткими. Тем не менее, Иран нарадил множество схем, серых схем по поставкам, скопировал множество систем. Очень многое поступает из тех стран, которые санкции не соблюдают, в частности Китай. Поэтому, с одной стороны, санкции влияют, но скорее, тут можно говорить об экономике в большей степени, когда они бьют реально по болевым точкам Ирана, например, поставки нефти и нефтепродуктов на рынке, вернее, нефти в первую очередь, то это очень болезненно. А вот, когда санкции носят сугубо формальный характер, и знаете, мне иногда смеяться, тянет, когда либо американцы, либо кто-то вносят условного командира корпуса стражи Исландской революции в санкционный список, мол, его имущество будет, значит, арестовано в Соединенных Штатах и т.д. но какое у него там имущество и какие санкции, да, это декларативно, но не более того. Поэтому, что может работать хоть как-то, скажем так, все, что хоть чуть-чуть ударит по иранской экономике, хоть на 2 доллара, это хорошо и благословенно, причем для всех, и для Израиля, и для региона, и для Украины. Вопрос в том, какие они реально санкции примут. Что-то англичане уже заявили, что они что-то собираются предпринять в этом направлении, немцы тоже. Вопрос, насколько это будет весомо, или снова внесут в список тех, у кого нет имущества или что-то в этом роде, поживем, увидим. Нужно прочитать саму санкцию и понять, как она может повлиять на механизм поставок Ирану к его-то серовоенного двойного назначения, либо хоть как-то ударить по иранской экономике. Либо это будет декларация. Но знаете, я считаю, что декларация это лучше, чем ничего, но не в отношении Ирана. Насчет Ирана столько было декларативных, были и реальные санкции, были декларативных, что декларативные здесь не нужны. Нужно что-то действенное. И пусть это будет хотя бы какой-то мелочью и то хорошо. Давид, огромное вам спасибо за разговор и за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего дня и напомню, что Давид Шарп, военный обозреватель, был с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте поставить свой лайк, пишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и берегите себя. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok